Привет, YouTube! Привет, русскоязычная ножевая комьюнити! Сейчас, половина десятого вечера, солнце ушло за тучки, совсем темновато, поэтому будет проверка записи камеры, скажем так, в вечернем режиме, при свете ламп, и ретест Soga Ranger. Ретест, как бы не просто так проводится, ретест проводится с измененной заточкой. Собственно, сначала ее продемонстрирую. Что в заточке было изменено? Во-первых, был изменен угол, с 25 градусов мы вернулись на 8, на 18 не вернулись, а перешли на 18 градусов с каждой стороны. Это во-первых. Во-вторых, я произвел так называемую заточку, так называемая грубая полировка. У нее много названий, но какой-то специфической техники нет. В целом, в целом, это идет как? То есть, существует как бы этап формирования РК, этап закрепления формирования РК, после чего идет, скажем так, доводка и финиш. Так вот, последнюю стадию доводки, первую стадию финиша в таком типе заточки пропускают. То есть, конкретно на Апексе здесь были пройдены 120-й, 220-й, 400-й камень, но 600-го камня и 600-й камень я не использовал. То есть, я тысячным камнем заполировал те ребра, те царапины, которые были на РК. Считается, некоторыми людьми считается, что такая заточка укрепляет и дает возможность резать больше. Ну, вот сейчас мы это и проверим. Напоминаю, прошлый тест ЦОГа как бы дал 15 резать. Сколько будет сейчас, будет интересно. Приступим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Я прошу не обманываться. На первых резах может идти все очень хорошо. Первый десяток прошли. Но мыло можно поймать очень быстро. За счет того, что это лом, буквально один-два реза пройдет, он просто перестанет резать. Но десяток мы прошли, по ощущениям, конечно, гораздо бодрее, чем шло тогда. Напоминаю, микроподводы, микролинзы, ни на одних ножах не присутствуют. Микроподводы, микролинзы. Микролинзу, скажем так, я не буду тестировать, потому что у меня к ней есть ряд вопросов, которые мне еще нужно проверить. А микроподвод – это вопрос довольно детального и сложного изучения, к которому будут введены отдельные тесты на отдельных ножах. Тем не менее, десяток пройдем, пошли дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так, прошли 20 резов. Рез идет бодрее, чем в прошлый раз. Но не мудрено, 18 градусов все-таки это довольно серьезное изменение угла. Вот. А и в принципе как бы... Вот, кстати, я что хотел показать, как на СОГе сделан кончик. Сейчас попробуем поймать фокус. Так, так, куда? Фокус ловить. Если видно, то самый кончик я не трогал. Кончик с видеок достаточно толстый. Я не стал снимать металл. Просто с позиции того, чтобы не снижать его, скажем так, прочной основой нагрузки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Тридцать срезов. Двое превзошли результат предыдущего тестирования. В общем-то, я не... Я рад, что я потратил какое-то время на заточку СОГа, как бы. На его переточку. Перетачивать такой нож довольно тяжело. У С-8 сталь вязкой, неприятной в заточке. Ну и потом бороться с заусенцем там тоже довольно-таки непросто. Тем не менее, тридцать срезов прошли. Давайте попробуем пройти сорок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сорок резов. Отличный результат. Очень неплохо. СОГ реабилитируется, на мой взгляд, очень серьезно. Как бы, в плане режущего инструмента. Но, скажем так, по моему опыту, если нож предполагается воспользоваться в полевых условиях, я бы все-таки оставил 25 градусов. Ну, как минимум, да, как минимум, если уж очень хочется 18, то микролинзу или микроподвод я бы сделал в любом случае. Потому что все-таки 18 градусов на канате это одно, 18 градусов на какой-нибудь сучке, на деревяшке. Это совсем другая история. В общем, пока мне, в общем-то, видится, что у крысы все шансы повести себя на канате очень неплохо. Очень неплохо. Ну, посмотрим, посмотрим. Крысу еще надо получить. Надо еще дождаться пока таможни. Скажем, скажет добро и прочее, и прочее, и прочее. Но, скажем так, вот на последних резах боль в этом месте, она довольно сильно усилилась. То есть все-таки как бы ухудшается какая-то резучая способность ножа. Но его пока спасаешь длинную резущую кромку. Итак, пятый десяток. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Вот так вот, может, настаёт из могилы. Пятьдесят резов. Больше, чем в три раза превосходит результат фактически заводской заточки. Чуть подправленный. Вот. Чуть доведённый. Но, тем не менее, да, заводской угол. Но, опять же, повторяю, да, то есть, это всё-таки задача ставилась перед ножом резать. Если у нас задача перед ножом, там, скажем так, батонить, там, какие-то рубить ветки, то есть, бить по сучкам, то, соответственно, совершенно другая ситуация. Шестой десяток. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, уже больно. Так, уже больно. Восемь. Девять. Да, мыло, десять. Шестьдесят резов. Надо проверять бумагу, но, тем не менее, господа, четыре раза, четыре раза. Это не на десять процентов, не на пятьдесят, а в четыре раза. Это очень круто. Вот. Мне... Собственно, почему, одна из причин, почему я хотел провести этот тест, это первое, да, а сначала все-таки сам лоб протру от пода. Первое, это, скажем так, посмотреть разные типы заточек, как влияют. То есть, это только начало. Вторая причина, более важная. Я люблю этот нож. Немножко люблю. Вот. И мне его жалко было. Мне жалко было приводить его, как урода, какого-то, как нож, который, ну, скажем так, служит примером, как не надо делать. Поэтому я решил ему помочь. Но, повторяю, микроподвод я не наносил. Микроподвод в определенных случаях может, как говорили умные люди, усиливать результат до пяти раз. Заточка. Провязать. Видите, да? Это обалдеть. Но вот здесь, где он работал более активно, то есть, катный рез все-таки ведется не вот так вот, а вот так вот, он здесь уже не может. Тем не менее, 60 резов сок инверейнджер. Повторяю условия, да, заточка была изменена с 25 градусов, с 24 градусов с каждой стороны, до 18 градусов с каждой стороны. И применена техника заточки, так скажем, полирования грубых рисок. Спасибо за просмотр. Бай-бай, пока.